меня конечно очень порадовал в области 26 уменьшение высоты рецессия в принципе картина на верхней челюсти меня так порадовала что через три месяца у него уже очень такая хорошая положительная динамика как это теперь остался у нее только первый сегмент и обратите внимание вот кстати да это получается 8 месяцев спустя операции на нижней челюсти вы видите все более более уплотняется разравниваются вот эти вот рубцы постепенно уху нивелируются и все какие-то негативные результаты от операции и начинается формирование прикрепленной диснею просто даже это заметно вот на такой панорамной фотографии стало ну а вот это ее несчастный первый сегмент реставрации она сделала тоже у себя ну мы так уже просто договорились это удобнее и в ее случае здесь коронально ротированный лоскут был сочетан с латеральным перемещением в области первого маляра результат вот я немножко ее убрала там где мне она мешала потому что делать терапевт новый который и не очень понял задачу но неважно мне в общем было главное чтобы она сделала она была довольна и доцессы чтобы было гладко не было ретенционных пунктов для удерживания мягкого налета ничего сложного мне кажется вот тогда вот средняя глубина 5 в области шестнадцатого зуба 8 почти миллиметров рецессия ну и конечно там всегда сложность а здесь как это неудивительно рецессия видите сама по себе у нас мы ее просто этого из зубки в одиннадцатый зуб используем только для того чтобы мобилизацию во втором сегменте сделать а здесь она фактически закрылась путем вот таких перемещений ну это было радостно чем меньше тем лучше обработка выкраивание лоскута мобилизация депетализация сосочков пластический материал забор трансплантатом теперь мы вернулись на ту сторону на которой мы когда-то первый раз брали он тоже не маленький до максимально что вот могу из нее тоже мы выжили полностью воды патализировали подготовка твердомозговой оболочки ну и опять его всего на два зуба хватило я установила на этот раз его в области второго резца и клыка все остальные участки были перекрыты пластическим материалом твердомозговой оболочкой вот 14 дней снятие швов ну и пока мы ожиданием и уже на контроль в марте но я так понимаю что мы уже больше ничего с ней оперировать не будем сессию на трех зубах вот центральный зуб и вот рецессия на прилегающих двух нему глубину это рецессии мы откладываем на соседних межзубных сосочках в последующую глубину мы откладываем на дистальных сосочках начинаем моделировать слизистым костичный лоскут стремясь к центру от зенита рецессии я специально схематически еще раз на доске всем для памяти нарисовала в этом участке у нас беззубый участок зона адентия мы моделируем здесь сами хирургический сосочек и потом будем моделировать якобы анатомически до эпитализированный у человека на самом деле тоже может быть такая клиническая ситуация когда вы оперируете а за вашу рецессию оперируемые нету зубы да адентия там просто прикрепленная десна и вам тоже нужно понимать что вы будете делать с этим это не повод отказаться от вмешательства выполнили разрезы начинаем разрез внутриборостковый моделируя полнослойные лоскут в области зенита рецессия пекальния и уходя в расщепление по возможности в межзубные предыдущие пространство и в области сосочков а комментируйте пожалуйста да я отслаиваю полнослойный лоскут в области зенита опекальные рецессии и расщепляю межзубные пространства моделируя таким образом полнослойно расщепленный слизистый лоскут а полнослойный тортикаль ну очень часто да но это удобнее ну мне во всяком случае ну правильно взять распатор молд тоненький маленький такой и делать им двусторонним можно и двусторонним можно я вот сейчас 15С делаю на самом деле все равно вы знаете с момента вашей клинической практики у вас наработаются ваши привычные инструменты и навыки которые вам больше будут нравиться вот я например умею работать костровьеха но предпочитаю ригельный иглодержатель хотя согласно принципу микрохирургии правильно работать костровьеха потому что он обеспечивает более тонкие микрохирургические движения и считается что вот это движение расстегивания ригеля оно вредит в данный момент я пытаюсь моделировать расщепленную зону в межзубных промежутках клинически такая работа конечно достаточно напряженная потому что она требует очень таких тонких мануальных навыков точных если у вас есть возможность работать при увеличении это очень вам поможет сейчас да Это правильно. Это крайняя часть нашей с вами. Здесь я сделаю, естественно, послабляющий разрез, имитируя как бы еще один зуб. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинице стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Да, Даша, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне и Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо.